Добро пожаловать в мир любви и гармонии, свободы эмоциональной и физической. Я Сюзанна, психолог и трансформационный коуч. Сейчас я хочу дать вам общую информацию о нашем подсознании. Быть может, она наведет вас на размышления, а возможно, вы найдете для себя ответы на некоторые свои вопросы. Многие из вас уже начали понимать, что некоторые неблагоприятные ситуации в жизни, которые имеют повторение, носят в себе некий сценарий или негативную программу. Чтобы изменить это, необходимо обратиться к подсознанию, где и находятся наши сценарные матрицы. Помимо гигантского источника силы, мудрости, знаний, в нашем подсознании скрываются и негативные, укрепившиеся убеждения и программы, которые могут являться преградами и блоками на пути развития Личности. Конечно, пускаться в путь по раскрытию возможностей подсознания в одиночку не всегда бывает безопасным, так как на этом пути могут возникнуть множество вопросов и сложно объяснимых ситуаций. Поэтому лучше пройти этот путь уже с людьми, которые знают, как нейтрализовать те или иные негативные препятствия на прекрасном пути познания себя. Наше подсознание – это записанные установки, убеждения, шаблоны поведения, которые уже на уровне рефлексов управляют нами. Сознание не успевает отследить, в какой момент включается та или иная программа или установка. Все, что мы можем понять, – это следствие от этих рефлекторных импульсов. Посмотрите на свою жизнь. Та область, которая вас не устраивает, это результат действия негативных программ и установок вашего подсознания. Рефлекторного поведения – это ограничения или препятствия, которые, возможно, защищали вас в прошлом, а сейчас требуют снятия нейтрализации или замены. Это может быть сфера финансов, взаимоотношений, сфера здоровья. Наше сознание, составляющее всего 3-5% от общей работы головного мозга, постоянно анализирует полученную через 5 основных органов чувств информацию, сопоставляя ее с прошлым опытом. Сознание практически всегда перескакивает из прошлого в будущее, анализируя, как это было и предполагая, как это будет. Именно поэтому в нашей голове присутствует огромное количество мыслей. Мы все время сравниваем, предполагаем и находимся то в прошлом, то в будущем. Самый простой секрет открытия возможностей подсознания – это остановиться в настоящем моменте. Поэтому так важно прекратить сравнивать, критиковать, предполагать, как будет лучше или хуже, просто успокоиться и глубоко принять себя. Это необходимый шаг, чтобы открыть путь к самоисцелению, вступлению в источник изобилия и богатства, развития творческих способностей личности. Присутствие в настоящем моменте, понимание, приятие и доброе отношение к себе с позицией безусловной вселенской любви – это то, чему я учу в своих программах и индивидуальных занятиях. В нашем теле всегда должен соблюдаться баланс. Здоровье – это и есть гармония и баланс. В Древнем Китае, в Тибете, Индии, во многих странах мира люди осознавали этот важный закон. В здоровом теле – здоровый дух, тело и душа едины. Одно является отображением второго. Поэтому важно понимать, что изменить свои подсознательные программы можно только изменяя свое отношение к миру, осознавая и принимая ответственность за свои реакции и эмоции. В буддизме есть такая поговорка – «Как люди к тебе относятся – это их карма, а то, как ты реагируешь – уже твоя». Мозг человека универсален. Человек создан по образу и подобию Бога. Человек может изменить свою реальность через осознание ограничивающих программ рефлекторного, эмоционального или поведенческого отклика на ту или иную ситуацию. Вывести на осознание эти автоматические действия – это первый шаг к дальнейшим действиям. Но именно он требует поддержки и профессионального анализа. Поэтому на этом этапе необходима работа психоаналитика, психолога или психотерапевта. Все зависит от тяжести нарушения функционирования психики личности. Психологам самостоятельно чаще всего обращаются люди, которые способны адекватно оценить свою ситуацию, и у которых, как правило, нет сложных нарушений психики, а есть определенные проблемы, которые сам человек, используя свой опыт, решить уже не может. К сожалению, люди с различными расстройствами личности, к примеру, с нарциссическим расстройством, которые сейчас распространены по всему миру, самостоятельно за помощью не обращаются, так как считают себя абсолютно здоровыми, не понимая при этом, что могут причинять огромную боль и страдания окружающим. За помощью чаще всего обращаются как раз жертвы нарциссов или людей с другими нарушениями психики. К примеру, люди, воспитанные в чувстве повышенной ответственности, в чрезмерной вежливости, уступчивости, могут не замечать, как подавляют в себе эмоции естественной злости, агрессии. Такие люди не могут очертить свои психологические границы. Сказать «нет» или отказать кому-то для них архи сложно. В их системе верований и убеждений существует тип поведения, который не предполагает возможности защитить свои психологические, а иногда и физические границы. В следствии этого они часто становятся жертвами обмана или манипуляций, созависимых отношений, партнерами нарциссов. Чувствуют, что ими пользуются другие люди, но сами бессильны изменить ситуацию. Такие люди тоже являются заложниками своего сложившегося образа. Американский психотерапевт Роуз Розенберг, известный по исследованиям созависимых отношений, написал книгу «человеческий магнит» или «почему мы любим тех, кто причиняет нам боль». Подавленная эмоция, вытесненная из-за сознания, находится в теле и продолжает излучать определенную вибрацию. Схожие эмоции притягиваются. Люди, чрезмерно угождающие, постоянно извиняющиеся, чрезмерно вежливые, в Америке называемые «the pleased people», подавляют в себе злость и естественную агрессию. Это так называемые «жертвы» или «доноры», которые притягивают к себе тиранов или вампиров. Они просто магниты для таких людей, кто только на поверхности кажется добропорядочным. О психологическом вампиризме есть доступные книги и российских авторов. Как я говорила выше, за психологической помощью обращаются именно жертвы таких деструктивных отношений. Задача психолога – нейтрализовать патологическое чувство вины, восстановить здоровую самооценку личности, научить личность сохранять и оберегать свои психологические границы, не бояться искренне говорить о своих эмоциях, чувствах, желаниях. Личность приходит к пониманию внутреннего баланса, гибкости при решении любых проблем, способности амортизировать и правильно вести себя в сложных ситуациях или при общении с негативно настроенными людьми. Применяя различные психологические техники, позволяющие нейтрализовать негативные убеждения и сценарии, а также успокаивая мозг, приводя его через медитации, аутогенную тренировку, квантовый массаж, к новому пониманию и осознанию себя, можно дать возможность человеку почувствовать себя ценной частью всего живого, обрести счастье и желаемую жизнь. Научиться жить свободно и радостно, отбросив оковы бессознательных страхов, это и есть найти свой путь. Вам того и желаю.